Уже в десятый раз фестиваль поддержки семьи, материнства и детства проходит в нашем городе. Среди почетных гостей – патриарши экзарх «Всея Беларуси». Открывает форум молебен у иконы Бобруйской Божьей Матери Адигитрия. Ее копию преподносит в дар митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину. Следующая локация – театр драмы и комедии. Здесь презентуют себя семьи из шести белорусских городов. Одни демонстрируют кулинарные способности, другие – творческие. Но самое главное – взаимопонимание и уважение как у детей к родителям, так и наоборот – в подарок велосипеды «Аэст». На этом фестивале мы представляем город Бобруйск. Мы воспитываем трех дочерей – Ева, Александра, Ульяна. Я, наверное, повторю слова из стихотворения, которое мы презентовали. Смех детей в нашем доме – о чем можно еще мечтать. В зале представители не только белорусской, но и российской стороны. На пленарном заседании поднимают важнейшие вопросы, которые касаются каждого. Стабильность семейных отношений, рождение и воспитание детей, здоровый образ жизни и преемственность поколений. Человек, пройдя десятилетия своей жизни, всегда возвращается к тому, что было близко и дорого в семье, в детстве. Поэтому очень важно, конечно, нам обращать внимание на то, чем живет современная семья. Сейчас для укрепления семьи делается много. И взаимодействие церкви, государства, государства и церкви в этом направлении очень важно. И оно приносит добрые плоды. Дальше в программе – дискуссионные площадки. В списке тем охраны репродуктивного здоровья, воспитание молодежи. Поднимают здесь и вопрос семейных ценностей в современном информационном пространстве. Интернет влияет на подрастающее поколение. И задача взрослых – направить ребят на верный путь. Защита наших детей, их сознание, защита брака как союза между мужчиной и женщиной, защита и недопущение вмешательств в неоправданных дела семьи – все это могло бы стать основой для сотрудничества двух наших стран тем фундаментом, который бы нас еще объединил, еще сблизил. Впереди еще два насыщенных дня, и каждый может стать их частью. Времена меняются, каждая эпоха несет с собой что-то новое, прогрессивное. Общество становится более свободным и открытым. Эти факторы оказывают влияние на формирование мировоззрения. Однако в основе по-прежнему должны лежать любовь, доверие и взаимопомощь. Создавать и оберегать будущее желания каждого зрелого человека – это подтверждают и цифры. 98% белорусов считают семью главной ценностью в жизни, а каждый третий союз имеет как минимум двух детей. И все же статистика не может измерить счастье. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.